всем привет сегодня последнее видео с ESL 10 кубка и хочу представить вашему вниманию два обоя iron general присоединяя клана в.м. ну вот к сожалению выбыл он на какой у нас там 1 8 финала стадии этого кубка турнирчка этого и в первом раунде ему достался достаточно сильный игрок party food кстати это светлый маг прикольный дядька мне прям все эти выписанные очень нравится модельки так далее и играет причем party food он когда-то на ESL чуть ли не в финале по-моему побеждал то ли еще что-то такое было ну то есть такой достаточно сильный игрок играл я с ним в обычной сетке итак состав орков за iron general или наоборот это у нас четкие пацаны мечная линия количество пяти сколько берет 4 кавы четких пацанов орках на ветрях ну наверное понятно кава берется из расчета что стрелки за империю очень часто берут и все таки демми грифы да их тоже нужно как-то контрить большой вожак орков ближнебойный тип вожак гоблинов еще один герой и второй герой у нас короче шаман это маг короче у нас со взглядом морка я так понимаю бутылочки взяты да у нас лечебное зелье взято зелье стойкости взятом за генерала один великан ну и ну и все за рук в общем там и состав вот именно таким составом party food блин не играет я вот с ним когда столкнулся первый раз он именно таким играл но я играл вампами и что-то натолкнул у меня на мысль взять варгейста в когда я беру крайне редко и карштайна взять на этом долбаном зомби вот это вот троица то есть плюнул я на мага вот и достаточно удачно мне удалось с ним сыграть и так первая линия это тяжелые мечники копейщики через одного стоят то есть три тяжелых мечника три копейщика два пистольера и два демигрифа но с алибардами причем правильный выбор наверное все таки с алибардами против орков ну и все вот полетела это троица кстати госу или госу ли вот госу наверное играет корейский игрок примерно также за империю играет посмотрите у него там зелий полный набор у имперского полководца у имперского капитана тоже там полный набор зелий бац ну неплохо и все сразу толпой на одного науручила шаман еще и сетью его здесь прикрыли и не только его наикаву посмотрите удачно как но не пальцем делан и орочи шаман отходит не знаю мне вот это вот тактика когда ну совершенно верно он и так станковый пулемет да еще и восстановление способности видите за счет свитка вампиризма то есть он может вообще сейчас и проводник чары все подряд но сами понимаете это и ускоряет восстановление энергии бац карающий блеск 2 вообще нормально почему не стреляет я понять не могу почему светлый маг не отрабатывает огненным взглядом шема у него что нету его что ли да нет вон он есть у него все нормально ну что-то как-то не хочет отрабатывать ну и поджав хвост это троица она убегает видать понял он что столкнулся он не с тем игроком с которым можно так нагло себя вести скажем так ну а тут до закончилось действие свитка вампиризма почему взглядом шем это не стреляет непонятно так ну и здорово заходит у нас на пушку здесь аэрон дженерал посмотрите всю свою каву мага героя генерала всех он бросает туда да нужно сейчас завязываться здесь вот боем конечно вязать его и надеется что велик вытянет ну и здесь сеть посмотрите все таки какое эффективное вот это вот заклинание сети минтока болен но стрелки далеко мне кажется гораздо эффективнее сеть накидывать когда стрелки рядом хотя здесь видите эти отряды то все накрытые и если уж ты их все накрыл мы их нужно отрабатывать их нужно в это время отстреливать а так получается великан пришел сейчас он да он под обстрелом конечно но он здесь начнет разбираться между тем здорово как посмотрите вытаскивать да да сейчас протащит он четких пацанов замечательно но я думаю четкие пацаны быстро справиться с копейщиками начнут помогать другим четким пацанам разобраться с тяжелыми мечниками дисциплину просадили орков кстати я стал замечать очень часто и много используют против орков именно вот это вот заклинание кровавый рев который дает минус 8 по морали не знаю насколько как бы это оправдано и прорываются все-таки прорывается кава пытается ее здесь причем она что у нас на задержано сейчас лицами на грифах но у меня такое ощущение что она шла не бежала да и все-таки протаскивает он четких пацанов а здесь под сетью ну под сетью целее будут потому что бить их здесь сейчас некому они под сетью да они не участвуют в битве эти отряды посмотрите раз два три четыре пять отрядов до удается отогнать пистольеров это очень важно сейчас вот в этой ситуации критически важно отогнать пистольеров от великана ну что там у нас пытается в мак у нас чего-то там придумать своим огненным взглядом шема ну что-то как-то хреново это получается да пусть целы здесь пистольеры посмотрите больше чем половик пол отряда до целые но они и один и второй они в бою не участвуют это большой минус для империи прям очень большой да ну и посмотрите вот один отряд разобрали четких пацанов орков тяжелые мечники а второй разбил копейщиков и помогает сейчас добивает он этих тяжелых мечников еще взгляд шема у нас по нам проходит здесь вот в эту массу толку он проходит зацепил он здесь всех вожак гоблинов у нас да ну да тут вот они пистольеры их нужно гнать и гнать и гнать не давать им так там что у нас какая-то магическая происходит лабуда ну-ка пройдет не пройдет что тут у нас опять кровавый рёв здесь используется но великану кровавый рёв здесь более комфортно конечно чувствует себя оркина в лесу здесь нормально ну а здесь посмотрите разобрали всех четких пацанов ну понятно с учетом того что один отряд вообще не участвовал бегал он там по тылам да и вот пистольеры сейчас вот только сейчас начинают отрабатывать но тут уже шайкой толпой просто орки наваливаются вот она эта куча мало ваховская ну а здесь в тылы заходят четкие пацаны час они будут вязать вязать бы наверно так хоть тяжелых мечников до всех подряд вообще сейчас тут до кого дотянутся оркой орки толпой то сильно да еще как сильно вожак гоблину здесь под ускорением да четко четко четкие пацаны сейчас зайдут на пистольеров замечательно ну просто вообще не дал ничего сделать то как играет party food то есть не дал навязать ему свою манеру игры iron general сыграл так как планировал он скорее всего когда увидел состав и прикинул что и как нужно делать да все это сейчас начнет возвращаться конечно но это всего лишь будет только мотать нервы оркам не более того поэтому можно в принципе здесь уже ускориться светлый маг толком не сыграл ну а одним имперским полководцем даже со всякими там этими зельями принципе уже выиграть тяжело и удалось самое главное сохранить великана хотя он погибает здесь но помогает он в последнем издыхании до разобрать этих тяжелых мечников ну а дальше дело техники ну что ж отличный бой молодец айрон дженерал показал класс он здесь party food ну а party food что тяжелые мечники ну молодец все три тяжелых мечника сыграли причем достаточно хорошо на пистольером не дали настрелять хотя все таки при поддержке в основном демигрифы все-таки убивали великана но дорогой ценой все это далось скажем так то есть вот в этих 30 сидит я думаю как минимум с десяток от уж тут 15 демигрифов ну и еще один бой его давайте посмотрим вот этот бренд верлин который занял третье место в итоге на десятом этом кубке который мы сейчас и рассматриваем за вампиров против империи блин ну я не согласен с таким составом за вампов вообще убейте меня тем более чё это вот это вот что это копейщики поскольку они по 400 что ли эти копейщики все таки это империя она ну как бы людская фракция мы давайте посмотрим карштайн у нас на зомби пропитые нетопыри вар действий ну в принципе с такой троицы согласиться можно не вопрос против империи урганные духи 462 ужаса и склепа мало блин 4 надо здесь что у нас воины скелеты воины скелеты ни о чем ну единственное что если только они созданы для того чтобы вторым темпом пошли курганные духи давайте посмотрим за империю что у нас копейщики копейщики аж серебряные вкачанные блин еще копейщики еще копейщики 6 копейщиков 3 арбалетчиков вот это грозная сила да посмотрите как выстраивает еще и два алибордиста здесь один тяжелый мечник то есть посмотрите как выстраивает коробку вокруг своих арбалетчиков остается два рыцаря на демигрифах с алибардами которые в общем то могут за себя постоять янтарный маг ну интересно посмотрим что вообще янтарный мог представить здесь ну и имперский полководец в роли генерала не ну если такая у троица зайдет в чистом виде на вот этих вот двух им конечно же вообще не сдобровать но только нужно это делать по уму нужно конечно да обходить что и делает аэрон дженерал понимает он это дело нужно обходить и карштайн под обстрел попадает нельзя 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 но да заходит здесь и правильно делает заходит сейчас вторым темпом все это и курганные духи здесь обрушатся вторым темпом принципе то правильно но если уж есть варгейсты ну ладно и не топыри не топыри самое главное имя то можно пожертвовать их нужно на стрелков бросать срочно ну вот роковое стадо это нехик пошел у нас на ужасов из клепа да вот запоздало приходят здесь не топыри мешают они стрелять по крайней мере пытаются помешать кровавый рев здесь под мехика еще откинут да 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 вот они зря стоят вот они здесь должны быть они бы одним ударом просто напросто треть бы уже отряда вынесли да и карштайнам можно было бы долбануть бог с ним попытаться как-то не ну пехота понятно сыпется она здесь такая вот пехота то есть грамотно в общем-то скелеты копейщики вошли грамотно вошли вторым темпом конечно же эти у нас курганные духи что у нас откинуты роковое стадо минус 8 дисциплина опять да спасаются арбалетчики один отряд спасается второй спасается третьему конечно здесь хана сейчас ну и демигрифы да они убьют они курганные духи демигрифов ну у нас здесь что на войны скелета не против копейщиков не знаю наверное не выстоят до сливаются войны скелеты да здесь грамотно конечно же хотя это варгейсты да но вот не хватает видно что не хватает ужасов и склепа вот сейчас вот эти должны быть здесь варгейсты это не те товарищи на стрелков да милое дело здесь курганные что тут роковое стадо еще очередное еще лучше на это роковое стадо ну капец сыпятся они сыпятся и карштайн почему-то где-то вдалеке там летает хотя вот для него цель янтарный маг почему бы и нет из не участвует ближнем бою карштайн напрасно вот нужно до добивать здесь пугать их нужно гнать нужно их всех они же блин вот эта вот толпа это только мнимое впечатление что здесь зарулили вам по ничего подобного вот эта вся толпа посмотрите 52 57 алибордисты 50 81 они вернутся арбалетчики 52 вернуться копейщики 57 вернуться открыть то здесь вам поможет нечем здесь курганники дотягиваются все таки до арбалетчиков еще один отряд ну вот они видите они отбежали они все вернутся то есть по факту сейчас вся армия она цела в общем-то у империи ну и отчаянная попытка курганными духами разобрать остатки рыцарей на демигрифах с алибардами не знаю и усиленно просаживать дисциплину вампиром здесь империя рыцари 14 бегут но они вернутся здесь проблема догнать вот воины скелета уже они в распаде они не хилятся все-таки надо деда брать надо брать деда вот сейчас бы отвел армию свою как тот же панда делал вот эту вот шайку достаточно этого вполне здесь еще 27 курганных духов до сюда их тоже под деда встали нахика откинули и все а вот она посмотрите вот она эта вся шайка на вот она возвращается а здесь я не знаю то что полные отряды но ближе к этому вот они эти демигрифы сейчас они зайдут из-за этого самое не успеют они зайти конечно отводит игру а так мы не хилятся они вот они 771 как было так и есть вот что сейчас на них здесь еще роковой стадо нахика нахика откидывает ну есть откинутый нахик здорово не надо надо карштайнам блин добивать вот этих арбалетчиков они больше панику сеять чем народу набивают всем посмотрите с двух холмов идет обстрел да здесь стреляют тут стреляют да здесь стреляют да стреляют арбалетчики понятно что эти все они сейчас за шубины просто-напросто вам по ней бегут на они же будут возвращаться это еще вот стоит у нас отряд не участвует в принципе для вампиров здесь так-то неплохо конечно на первый взгляд складывается но как-то да вот карштайн заходит на на этих на арбалетчиков здесь два стоят пока не стреляют ну вот он этот минус 8 дисциплина вот прям уже скач просто заклинание сейчас походу сдохнет блин выхватил карштайн никакая красная ярость не поможет блин обидно все таки были силы вампиров то еще добить остатки этой армии да ну тут опять посмотрите возвращаются 40 здесь 36 здесь арбалеты ну сейчас арбалеты здесь уже заработали все даже при мертвом генерале империя затащила ну понятно здесь уже распад блин но обидное поражение конечно все таки карштайн было место не здесь а место карштайна было вот здесь вот этих вот стрелков добивать ну что ж гуд гейм желаю удачи оранженеру в следующем кубке ну и на этом все спасибо за внимание